Поинк! Эй, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы вернулись в проект Not So Berry, под прошлой серией разгорелся спор. Так кто же будет наследником? Будет ли наследником Такеши или же наследником или наследницей станет малыш, который скоро родится у нарциссы? Если вы пропустили прошлую серию, советую вам глянуть, потому что это было что-то с чем-то. Я до сих пор в шоке от прошлой серии и теперь не знаю, какой же сделать выбор. Ребят, я очень надеюсь, что вы мне поможете, что вы мне подскажете, потому что действительно у нас произошла очень интересная и необычная ситуация. И я не знаю, как же ее разрешить. Поэтому очень надеюсь на вашу помощь. Ну а пока что давайте посмотрим, что у нас вообще здесь происходит. Давненько не заходила в этот проект, я записала несколько серий наперед. И сейчас мне очень интересно глянуть, где же все персонажи. Так, я смотрю, что Акира вообще без настроения на работе. То есть у него там совсем все как-то очень печальненько. Давайте посмотрим, что у нарциссы. Нарциссы очень голодные. Но оно и понятно. Она же беременна, поэтому и голодная. Это что? Это награда. Я думала, это можно съесть. Но это съесть нельзя. Давай мы с тобой выбросим испорченную еду и затем возьмем остатки пищи. Проверим, как дела у Изабеллы. Изабелла тоже голодная, она в туалете. И досуг у нее такой себе, поэтому пойди посмотри текущий канал. У Такеши. У Такеши почти все идеально, только ему желательно сходить в туалет. Иди, пожалуйста, в туалет. Ломать ради шутки не нужно. Малышка у нас счастливая. Малышка у нас тут ползает, смотрит. Как вообще дела? Как настроение? О, посмотрите, какой у нас красивый тут садик. Но у нас есть садик еще симпатичнее. Вот здесь он у нас находится. И я так понимаю, что пока что у нас здесь ничего не созрело. Кстати, у нас есть 12 тысяч символионов. Под прошлой серией мне также подсказали, что же нам с вами делать с нашими элементами. Потому что на самом деле, оказывается, кто-то писал, что их найти очень легко. Кто-то писал, что найти их крайне трудно. В общем, мне посоветовали позвонить в географический совет и спросить про образец. Спросить про образец, спросить про образец и спросить про образец. Может быть, мы узнаем что-то интересное. Давайте позвонить нужно, позвонить. Позвонить, пусть звонит. Только сначала желательно ей, конечно, покушать. Пятый уровень навыка общения. Это очень хорошо. Наша моя вообще умничка. Что случилось, моя хорошая? Поблизости нет родителей. Я так понимаю, что мы должны будем обязательно сегодня с ней поиграть. Обязательно ей нужно поменять подгузники. Но ты, моя хорошая, позвони, пожалуйста, пока ты жуешь вот эти вот все блинчики. И тебе нужно будет отправляться спать. Когда Кира возвращается? Через... У-у-у-у. Ему еще работать, работать и работать. Блин, он сегодня не поиграл. Все. Очень все плохо у него по настроению. Кто мне уже звонит? Томас? Хочет зайти в гости? Ты прилетишь на своей... Ну, хорошо. Мне кажется, что Томас, скорее всего, отец... Малыш, а здрасте. До свидания. Идите, куда шли. Топаз оранжевого цвета по большей части состоит из фазона с небольшой долей сили. А вот теперь вопрос. Что мне надо? У меня здесь есть милакс, феракси, ходуриум, платье, сили. Мне это неинтересно. И фазон. Нет, это мне не надо. Узнаем сейчас по поводу следующего. У нас куча всяких интересных тут камешков. Поэтому я думаю, что мы будем звонить по всем камешкам. Так, это нас все не интересует. У нас куча всяких цветочков. Но это ж, блин. Это ж нам тоже все не нужно. Я хочу попросить, кстати, сейчас Акира, чтобы он, когда пришел домой, он, наверное... Давайте-ка, знаете, что сделает? Я думаю, что Акира должен... А, она же уже все починить не удастся. Нам это надо только заменить. Сколько? Тысячу? Ну, ладно. Ладно. Может быть, мы попросим его что-то приготовить на гриле? Мне кажется, Акира надо как-то немножко отвлечь от вот этих всех семейных проблем. Стоять. Что у нас вылезло? С небольшим вкраплением алкинита и селия. Это нам не надо. А мы с вами даже не знаем, что нам надо. Можно, конечно, поискать в интернете список этих всех названий. Но так будет не очень интересно. Надо бы здесь пропылесосить. А вот Такеши я хочу сейчас попросить, чтобы он с малышкой поиграл. Ну, как-то совсем грустно. У нее совсем грустное настроение, с ней никто не играет. Мы можем почистить малыша, но у нас нет пока что пылесоса, рассказать дурацкую историю. И затем я хочу, чтобы вы, вы-вы-вы-вы обнялись с любовью. Так вот, что я говорила. Я хотела бы, конечно, чтобы Акира разместил где-нибудь здесь детскую площадку. Поэтому, скорее всего, когда он придет домой и принесет зарплату, мы на эту зарплату купим детскую площадку. И будем считать, что он сделал такой подарок детишкам. Акира состоит из критакса и фазона. Критакс. Ты у нас есть? Наверное, есть. Я думаю, что есть, скорее всего. Алкинита, зенат, сидролин. Этот самый... Подождите, или нету? Подождите. Серьезно? У нас нет критакса? Ребята. Так мы можем сейчас его... А кого... По поводу кого мы звонили? Нету у нас его. А ну стоять. Нам тогда нужно будет... По поводу кого мы спрашивали? Йонкилист. Кто из вас Йонкилист? Вот это, наверное, да? Да, редкий. Давайте-ка мы его отправим в геологический совет. Может быть, от этого будет какой-то толк. Вот это все мы, конечно, можем попродавать потом. Ой, спасибо. Смотрите, какой молодец. Томас пришел убирать. Но я думаю, что через часик мы его отправим... Отправим. А то, мне кажется, Акира придет и скажет... Извините, а я как бы еще здесь живу? Или я уже не здесь живу? Камень персикового цвета состоит из аликнита и синтидролина. В долевом соотношении. Три к одному. Ты что, еще всех фотографируешь? Зачем ты это делаешь? Зачем ты их фотографируешь? Давайте Такеши пусть поднимет ему настроение. У нас же Такеши такой вообще парнишка любопытный. Поэтому почему бы и не поднять настроение? Цветок смерти. Это класс. У нашего Такеши есть цветок смерти и есть домашнее задание. Кстати, сделай, пожалуйста, домашнее задание. Изабелла. Изабелла вообще в ужасном настроении. Я так понимаю, что она вообще в шоке от происходящего. Что у тебя есть? Фрукт с иголками. Ну пусть будет, знаете. У кого-то должен быть фрукт с иголками. У кого-то должен быть цветочек, солярий из оксипин и ходориум. По-моему, у нас есть и то, и то. Поэтому, в принципе, тут вопросов... Да, оксипин у нас есть и, по-моему, ходориум у нас вот здесь. Окей. То есть, мы с вами можем часть вот этих вот наших камешков уже вот здесь разместить. Топаз убираем. Потом мы алебастер можем вот здесь разместить. Этот мы отправляем. И камень персикового цвета нас тоже не интересует. Слушайте, а давайте здесь у нас будут камни. Ну, чтобы так совсем красиво было. Камешки. Кристалл, точнее. Тут кристалл. И тут кристалл. А здесь можно вот эти камни разместить. Ты не будешь больше, да, никому звонить? Ну да, ты очень сильно устал, и тебе хочется в туалет. Кстати, в туалет. Ей завтра в 12 часов дня нужно на работу. Так, иди, пожалуйста, отправь. И давай, все. Вставай, вставай. Быстрее. Ей вообще в туалет надо. В туалет. Потом пойдешь отправлять. Быстро. Быстро. Так, где у нас тут туалет? Быстро сходи в туалет. Ну, прошу сходить, а она не идет. Ты с ним разговариваешь? Серьезно? Такеши разговаривает с Томасом? Ух ты. А как дела у Изабеллы? Изабелла кушает. Она сама пошла приготовила. Я же хотела попросить Акиры, чтобы он что-то приготовил, когда вернулся домой. Слушайте, мне нравится, как выглядит Изабелла. Она, знаете, такая действительно боевая девчонка. Мне кажется, она может пойти еще побить Томаса. Хотя я вижу, что у них вроде бы неплохие отношения. И меня это немножко смущает. Подождите. А может быть? Может быть, Томас вообще не имеет никакого отношения к ребенку? Может быть, действительно... Ребята, а вдруг Изабелле понравится Томас? А вот это было бы очень интересно. А вот это был бы поворот, такой поворотище. Вы представляете, если вы... Подождите, сейчас я вам расскажу. Мы сейчас отправим этот кристалл. Короче. Наша нарцисса, бедняга, была похищена пришельцами. И в итоге она от них забеременела. Понятное дело, что Акира... Ну, от этих экспериментов. В общем. Понятное дело, что Акира возненавидел пришельцев за то, что они сделали. Они такие гады, самые настоящие. Так, ты попроси его, пожалуйста, уйти. Спасибо, до свидания. Лети на свою кровать. Эту кровать. Лети на свою планету. Ну, хотя, может, ты спать отправляешься, поэтому можешь лететь. Да, I need to go. Да, to get going. До свидания. Удачи. Короче, так вот. И, допустим, вот этот Томас, он приходит, следит за нарциссой. Ну, в плане ее беременности. Ну, то есть, как оно все протекает. Его... То есть, он, допустим, к ребенку не имеет никакого отношения. Он просто следит за нарциссой. И тут его встречает Изабелла. И Изабелле, как бы, нравится этот парень. И, как бы, между ними пробегает какое-то чувство, искра. И она в него влюбляется. А наш Акира, он ненавидит всех пришельцев, потому что они все гады. Они пытаются разрушить его брак, разрушить их любовь. И, согласитесь, это очень интересно. Повышение, ребята! Профессиональный игрок. Да ладно, он получил повышение. Повысить один навык, это не то. Восьмой уровень навыки видеоигры. Пойди, пожалуйста, помойся. Можешь пойти поиграть. Ребята, вы представляете, какой мы с вами поворот придумали? Вот это поворотище. Иди, помойся. Нарциссе завтра нужно на работу. И, честно говоря, в таком состоянии, как она пойдет на работу, я не знаю. Подождите, у нас есть пыле... 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 Пылесос. Ребята, у нас нет пылесоса. Есть. Вы чего? У нас есть пылесос. Вы же меня так не пугайте. Мы вообще с вами бы желательно купили бы новый пылесос. У нас есть 14 тысяч символионов. Ребята, ну что это за жлобство? Давайте купим пылесос получше. Нам нужен некомфорт. Нам нужна электроника. И причем вот здесь нам нужна электроника. И мне надо скульптура столб изобилия. Нет, нам не нужен столб изобилия. Нам нужен дорогой хороший пылесос. Галактика нас тоже не интересует. Подождите, а где у нас... А где пылесосы? Куда пылесосы здесь? А, вот, подождите. Куда делись пылесосы? Где пылесосы? А, не в электронике, а бытовые приборы. Я же говорю бытовые приборы. Бытовые. Давайте возьмем вот за 950 символионов. Вот такой мятный. Ну, у нас же здесь все мятное, пусть будет мятный. Нарцисса, как обычно, не успела позавтракать. Поэтому она решила, что яблоко это отличный способ утолить голод. И мы с вами отправляемся на работу. Я решила все-таки посмотреть, каких элементов нам с вами не хватает. И есть шанс, что мы их сегодня получим. Нам нужен ксенопетрий, пламбобус и критекс. По крайней мере, я у нас в коллекции их не видела. И я очень надеюсь, что сегодня мы с вами их сможем найти. Так, у нас сегодня, по-моему, обычный день. Нужно использовать рентгеносим на коллеге. Нужно анализировать растения на микроскопе. И нам нужно установить контакт опять с пришельцами. Да вы что, издеваетесь? Да хватит нам уже этих пришельцев тут встречать. Пойдем устанавливать контакты. Хорошо, пусть снова похитят. Но, как вы понимаете, похитят, не похитят. Уже ничего с Нарциссой в ближайшее время не произойдет. Потому что она и так уже беременна. Уже все. Уже, как говорится, да похищались. Ты будешь устанавливать? Да, ты молодец. Калибровать генератор поточного изменения червоточин. Я же его с собой в кармане, по-моему, таскаю, да? Где ты, мой генератор? Давай пойдем тебя калибровать. Сейчас калибровать. Я бы, конечно, хотела установить контакт, но хватит. Мы уже доконтактировали, ребят. Доконтактировали. И хватит нам уже с вами контактировать. Все, поработать над ракетой. Продолжить строительство. А что, не достроили еще? Серьезно? Я думала, что с ракетой уже все. Спасибо, до свидания. Нам нужно сейчас это все быстро сделать. И потом пойти еще пособирать вот эти вот все кристаллы и прочее. Выпить сыворотку разум. Да не может Нарцисса ее выпить. Она же беременна. Так, стой, Рохан. Не, Рохан, я не буду, нет. И давайте с Руби сейчас поговорим с плечами. Заморозить. А что, как использовать? А, заморозить. Ну, хорошо, преобразовать. Вы что? Слушайте, а если мы сейчас какую-нибудь коллегу попробуем преобразовать? Ну, не знаю. Ну, в стул я бы не хотела, конечно. Хотя... Нам нужно проанализировать растения на микроскопе, ребят. Нам же нужно с вами для этого получить слайд, если я не ошибаюсь. Что у нас тут есть? Петрушка. Давайте попробуем проанализировать петрушку. Бегом давай беги за петрушкой. Я только что попросила Нарциссу немножко перекусить, но вижу, что она именно что немножко перекусила. Извини, я тебя еще не разморозила, да? Тебя тоже не разморозила. Ну, все, сегодня институт нормально не поработает. Пойдем вот сюда. Нам нужно сейчас анализировать образец растения. Надеюсь, что мы сейчас с вами это быстро сделаем. Бегом. И я потом обязательно должна пойти здесь порыться. Вот обязательно нужно здесь порыться. Вообще вот тут желательно порыться. Я хочу хотя бы, ну, не знаю, на две трети заполнить шкалу, потому что я не уверена, что мы успеем это сделать, отдать испорченную эту самую сыворотку. Ребят, мне кажется, что раз персонажи разбегаются, то они, скорее всего, знают, что Нарцисс им сейчас что-то может предложить. Давай-ка мы тебя все-таки освободим. Тебя тоже освободим. Мне же нужно вас всех как-то сыворотками-то накормить. И нужно, чтобы ты переоделся. Гидон, не скандаль, пожалуйста. Я попрошу сейчас тебя сменить одежду для праздника. Пусть они у нас все будут в одежде для праздника. Слазь давай. У нас осталось крайне мало времени. Ну, очень мало. Извини, пожалуйста, тебе не очень понравилось, да? Ну, прости, я не хотела. Ага. Она все-таки не хочет ее размораживать. Давай мы тебя тоже для праздника переоденем. Главное, чтобы сейчас Рохан не убежал. Мне нравится это странное кресло, которое здесь стоит. Стоит тебе и стоит. Мы получили слайд, спасибо. Так, теперь нам нужно тебя переодеть. И мы можем кого-то еще переодеть, да? Что, ты не будешь вставать? Покажи нам свой костюм. Ух ты. Слушай, ну у тебя прекрасный костюм. Мне нравится. И давайте-ка сразу Хьюга. Хьюга вообще недоволен. Он думает, что эта дама себе позволяет. Ходит, тут себе ходит. Ты можешь его, да, тоже переодеть? Нам осталось совсем немного. То есть мы, наверное, с вами, конечно же, останемся допоздна. То есть раз у нарциссы хорошее настроение. Ты же уже вроде ходила в туалет. Ладно, сходи еще раз. Подожди, подожди. Не надо никого сейчас переодевать. Сходи, пожалуйста, в туалет. Вы представляете, у нас уже есть три могилы на участке. Какой-то у нас институт очень интересный. Давай, сходи в туалет. И затем мы с тобой пойдем переодевать. Ну, давай тебя переоденем. Ладно. Уж так и быть. Не дуйся на меня, пожалуйста. Я просто хочу посмотреть, в какой одежде ты ходишь на вечеринки. Я все равно думаю, что я отправлюсь сейчас пособирать кристаллы. Можно, конечно, поехать в Оазис Спрингс и там еще пособирать. Но здесь оно гораздо все выгоднее. Поэтому будем копать, копать, копать и копать. Наше с вами любимое дело. Ну, раз у нас уже есть две трети, пусть так и будет. Что ты стоишь втыкаешь? Ты смотришь на себя в зеркало и уговариваешь, что ты очень хорошая. Мы знаем, что ты хорошая. Ну-ка. Все, мы тебя превратили в красавчика в праздничном костюме. Мы не можем, понимаете, сейчас выпить эту сыворотку. Хотя можно было бы проанализировать элемент. Но повышение мы с вами, ну, могли бы получить, но вряд ли. Хотя, ребят, давайте попробуем получить повышение сегодня. Анализировать элемент. Выберите химический анализатор и выберите предмет. Анализировать предмет. Нам нужен элемент. Ты у нас элемент. Вот, давайте-ка, наверное, кого? Ну, Милакс, пусть она проанализирует. Ладно. Я потом вместе с ней, наверное, все-таки отправлюсь в парк. Потому что хочется, ну, попытаться хотя бы сейчас получить вот эту вот полностью заполненную шкалу. Это было бы, ну, очень здорово. Что такое? Аномальное изменение тела. Да мы знаем, что с тобой происходит. Мы знаем. Все, мы справились. Ура, ребята! Грахмал. Подождите, у нас грахмал. А у нас грахмал есть. К сожалению, грахмал у нас с вами был. Поэтому нас он не интересует. И мы сейчас, нарциссы, еще успеваем. У нас есть как раз примерно часик. Да, вот я только хотела сказать, что часик. Мы еще успеваем здесь покопаться. Поэтому перед тем, как мы отправимся домой, я думаю, что мы постараемся сейчас хотя бы парочку каких-то интересных... Что? С нами хотят поболтать? С нами хоть кто-то хочет поболтать? Серьезно? Нарциссы заработала 3900 символионов. Вернулась домой. И ее встречают голодные детишки. Нам нужно срочно приготовить хоть что-нибудь. Хоть какую-нибудь еду. Давайте приготовим... Что мы можем с вами приготовить? Я надеюсь, что мы сейчас кулинария шестой уровень. Ну, в принципе, неплохо. Можем что-нибудь вкусненькое сделать для нашей семьи. Давайте приготовим запеканку. Как дела у Акира? У Акира, в принципе, вроде как, ну, почти все окей. Что у тебя по работе? Ты так и не прокачал? Я же просила его прокачивать видеоигры. Что это за издевательство? Ну, давай тогда играй. Просто играй в сетевую игру «Командное безумие» с Томасом. Нет, не надо с Томасом. Давай ты с Марком поиграешь. Потому что мне не очень нравится, что у них такие отношения не самые лучшие. Я вот все еще думаю о том, что Изабелле, скорее всего, Томас мог понравиться, ребят. Вот мне кажется, что мог понравиться. Вот серьезно. Игра еще не закончилась. А серверы не выдержали нагрузки. Ну, бывает всякое. Блин, еще это все испортилось. Что такое? Тебе не нравится наша кухня? Ну, кухня-то в чем провинилась, Акира? Пойди, пожалуйста, поиграй. Что ты хочешь сделать? Он что-то хотел сделать, но уже это делать он не хочет. Хорошо. Пойди. Прямая трансляция. Давайте пусть проведет прямую трансляцию. А ну-ка давай. Ты же у нас такой геймер. Поэтому давай-ка проводи трансляции. Давай, играем. Мне кажется, что ты сейчас еще себе фанатов сможешь побольше завести. О-о-о, ребята. Посмотрите, как у нас тут грязно. Слушайте, а что у нас вообще с кухней происходит? Объясните мне, пожалуйста. Почему у нас такая странная раковина? Эм, может быть у нас... А, во-первых, у нас тут грязная еда. Это понятно. Переместить в багаж. Пусть там стоит. Эм, ну ладно. Давайте продадим эту мойку. Может быть у нас с мойкой какая-то проблема. Вот такую поставим. Или у нас такая и была. У нас, наверное, такая и была. Ну ничего страшного. Поставим ее еще раз. Может быть сейчас проблем с ней не будет. Пожалуйста, возобнови запеканку. Возобнови запеканочку. О, ребята, ему донатят по одному симолеону. Молодец. Во что ты играешь вообще? А ну покажи. А, все понятно. Я так понимаю, что у тебя уже сейчас первые фанаты появятся. Быстрее готовь. Быстрее. Мы с вами, к сожалению, ничего интересного не нашли. Но я думаю, что мы можем пойти сейчас узнать, что у нас. Так, пригласить всех за стол. Давай быстро. Всех за стол. Она идет готовить. То есть я только приготовила, и она решила, нет, я не буду ничего тут кушать. Изабелла решила, что она будет сама по себе. Мы с вами должны посмотреть, что у нас там внизу. Ну, внизу, понятное дело, что у нас тут очень грязно. Надо бы как-то здесь пропылесосить. Но я не буду просить Изабеллу. Нет, нет, нет. Кристаллы мы сюда добавлять не будем. Мы здесь можем разместить плотиний. И мы можем, по-моему, тяжелый металл. Мы его уже это все анализировали. Перид тоже можем разместить. Кстати, перид мы, наверное, вот здесь разместим. Нам нужно еще дэтметалл, по-моему, узнать по поводу дэтметалла, что у него там в составе. О, кушаем, кушаем вкусняшки. Ты хочешь в туалет? А почему ты не пойдешь в туалет? Сходи, пожалуйста, в туалет. Что ты делаешь? Ты пошла звонить все-таки. Молодец. Нужно узнать, что нам пришло на почту. Кстати, ребята, у нас в Стрэнджервилле идет дождь. Я, по-моему, ни разу в Стрэнджервилле дождь не видела. Вы представляете? Представляете, какой поворот? И, кстати, мне кажется, или нашу нарциссу перестали похищать? Нашу нарциссу перестали похищать пришельцы. Кстати, я так понимаю, что очень скоро мы с вами узнаем, что случилось. Из платья Язената. По-моему, платье... Подождите, а мне платье был нужен? Давайте я посмотрю. Платье, платье, платье... Нет, он мне не нужен. У меня он есть. Блин! Как обидно! Как обидно! Мне он не нужен, поэтому мы, наверное, пока что не все элементы будем переносить в наш вот этот вот музей, потому что, может быть, что-то из этих элементов нам понадобится потом на работе. Пойди, пожалуйста, дорогая моя, это что за крекеры? Зачем? Кто? Такеша, зачем ты крекеры достал? Кстати, пойди, пожалуйста, в туалет, прими ванну. У нас тут есть ванна. Принять ванну. Сходить в туалет. Я хочу, кстати, Изабеллу попросить, чтобы она с малышкой поиграла. А, Майя, ты кушаешь вкусняшку. Я хочу, чтобы ты потом пошла, конечно, ее искупала, но пока что ванная комната занята. А кому... Подождите, кому она позвонила? Кола Стрэнджер? Ребят, а может быть, она реально общается с Томасом? Может быть, она с Томасом общается? Я уже не знаю. Так, что нам пришло? Нам ничего полезного. Платье нам пришел. Ходорум. Азенат. Ходориум. Нам ничего не пришло из того, что мне было нужно. Вы представляете? Мне не приходят нужные элементы. И это прям совсем фигово. Это прям очень фигово, потому что я даже не знаю, что нам с этим всем делать. Отправляйся спать. Мне кажется, мы с вами должны будем еще раз слетать на планету. Я думаю, что мы с вами слетаем, ну, сразу же, как Нарцисса родит малыша, потому что пока что, как вы понимаете, мы вообще никуда летать не можем. Но нам нужны новые элементы. Где нам их взять? Я не знаю, ребят. Я просто не знаю. Мы с вами уже все проанализировали. Мы с вами уже все сделали. И все равно у нас как-то не получается достать три последних. Три последних. Мы уже все насобирали. Можно, конечно, не особо париться по поводу работы. То есть у нее как бы все здесь в порядке. Наличие свободных дней 12. Либо мы возьмем свободный. Акира отмечает день рождения скоро? Серьезно? Ребята! У Акиры через два дня день рождения. А потом день рождения у Амайи. А потом день рождения у Такеши. Вот это время летит, ребята. Вот это летит время. Ну что, ребят. Нарцисса рожает. И я думаю, что нам с вами лучше, наверное, поставить здесь кроватку. Потому что, как вы понимаете, если у нее родится малыш-пришелец, то как бы логично, что лучше пусть он родится дома. Так, нам нужна кроватка. Кроватка, кроватка, кроватка. Кроватка желательно без малышей, как вы понимаете. Нам нужно, наверное, перейти с вами в материалы и в отладку. Потому что мне нужна кроватка. А какая нам нужна вообще кроватка? Вот такая давайте. Пустое гнездышко. Я не знаю, сколько нам поставить. У нас есть раз, два, три, четыре, пять, пять. Ну давайте две кроватки поставим. Давайте три поставим. А там... А там посмотрим, как говорится. А там увидим. У нас же может быть... Ребята, а если тройня? Вы представляете, если будет тройня? Что нам с этим делать? Что нам с этим делать? Родить ребенка. Представляете, если будет три малыша? Как мы с ними справимся? Нарцисса рожает ребенка. Ох, вот это были приключения в космосе. Да приключались, как говорится. Даже интересно, ребята, что сейчас у нас получится с таким вот поворотом. Как у нас Акира будет после этого всего общаться? Акира сидит и играет, понимаете? Это девочка, ребята. Это девочка. Я думаю, что мы можем назвать ее... Давайте назовем ее Гелия. Мне кажется, что если она у нас пришелец, то это имя ей просто идеально подойдет. Гелия. Гелия Киба. Ребята, родился ребенок. Нарцисса и главный опылитель три! Подождите! Главный опылитель три... Это... Подождите, подождите, подождите. Подождите, ребята. Посмотрите на ушки. У нас родился пришелец. У нас родился пришелец, вы понимаете? Малышка-пришелец. Фух. Подождите, я только сейчас поняла, что у нас один ребенок. Спасибо. Спасибо, что один! Ребята, у нас пришелец. У нас малышка-пришелец. Кстати, ребят, мне в комментариях подкинули одну очень интересную идею. Мы с вами попробуем ее реализовать. Итак, Акира сейчас очень занят. Он думает о повышении, он стримит. И, допустим, он был настолько занят, что он даже не обратил внимания на то, что Нарцисса беременна. Но Нарцисса сама не знала, что она беременна. Мы с вами видели, что у нас даже как такового мудлета не было о беременности. Мол, я себя плохо чувствую и все. И, допустим, сама Нарцисса не была в этом всем уверенной до сегодняшнего, конечно, момента. И она решила, что Акира лучше не знать о малыше. Поэтому она решила, что малышка будет находиться вот здесь, в нашей лаборатории. Давайте вот здесь поставим кроватку. И мы с вами сейчас закроем доступ. То есть, никто сюда не сможет заходить. Допустим, она скажет, что у нее там идет сейчас эксперимент. И, пожалуйста, не беспокойте меня. Я буду достаточно часто спускаться в подвал, потому что мне нужно будет работать. Ну и будем считать, что Акира решил, ладно, раз у нее идет там эксперимент, то, пожалуйста, семья, не трогайте нашу Нарциссу. Пусть она работает. Так, надо срочно закрыть сюда доступ. Срочно поднимаем стенки и вход воспрещен всем. Нет, не вход воспрещен. Закрыть дверь для всех, кроме нашей Нарциссы. Нарцисса, конечно, очень сильно хочет спать, но, прости, моя дорогая, тебе нужно пойти поменять пеленки, покормить. И тебе нужно поласкать малышку. Она такая миленькая, ребята, вы представляете? Отправить в родной мир. Нет, 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 нет. Мы можем еще с тобой поговорить. Вы понимаете, что у нашей Нарциссы родился пришелец? Я до сих пор не могу в это поверить. А Акира все еще стримит. Он все еще занимается своими делами, и, как вы видите, кстати, он получил... Ребят, получил повышение. Тебе нужно срочно сходить. Давай-ка мы все это убираем, 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 убираем. Сходи, пожалуйста, в туалет, и затем мы тебя тоже отправим отдыхать. Как дела у Изабеллы? У нее все в порядке. Я думаю, что ей нужно пойти, сесть, сделать домашнее задание. Кстати, наверное, пойти тебе стоит и поиграть скорее сначала с малышкой. Давай-ка мы с тобой поиграем. Уход за малышом. Можно, кстати, почитать на ночь. А почему бы не почитать, умыть? Давайте почитаем на ночь. У нас как бы 2 часа ночи, среда, почему никто не спит. Такеши. Такеши закончит сейчас домашнее задание и тоже пускай отправляется отдыхать, потому что как-то это неправильно. 2 часа ночи, а никто не спит. А ты пока что, моя дорогая, занимайся малышкой. Ребята, вы представляете? У нас такая просто, ну, необычная получается серия. И я, честно говоря, даже не знаю, что будет, когда Акира узнает о том, что здесь в лаборатории есть малышка. Пойдем отдыхать, наверное, дорогая, да? Пойди, пожалуйста, спать, потому что завтра нам нужно на работу. И, кстати, о малышке, получается, вообще никто не знает. Вообще. А Кира получает 0 подписчиков. Теперь у нее в общей сложности 0 подписчиков. Как-то грустно. На следующий день нарциссы отправляются на работу. И сегодня у нас опять ежедневные опыты. А раз у нас опыты, то мы сначала пойдем здесь все пособираем, потому что нам срочно, срочно нужно закончить вот эту нашу табличку с элементами. Потому что если мы ее не закончим, то это все. Это будет, знаете, самая-самая большая проблема. Сплетничайте, коллега, преобразовать светильник. Во что ты хочешь и меринги носим? Выберите светильник. Зачем нам нужно портить светильник? Светильник ни в чем не виноват. Мы можем тебя преобразовать? Нет. Тебя мы сейчас не будем преобразовывать. Нарцисс находит карту. Ну зачем мне карта? Зачем мне здесь карта? Давай мы преобразуем тогда вот этот светильник. Хотя он далеко. Давайте что-то поближе. Поближе, поближе. А поменьше есть что-нибудь? Ладно. Давай попробуем преобразовать. Нет, этот мы не будем. Нам камеры точно не нужно преобразовывать. Окей. Вот это давай попробуем преобразовать. И затем нам нужно анализировать, фрукт или цветок. Хорошо. Давай посмотрим. Анализировать растительность. Давайте проанализируем... Давайте фрукт с иголками. Нам же нужно побольше узнать об этих фруктах с иголками. Я думаю, что мы и сейчас попробуем что-нибудь найти интересное. И затем мы тоже попробуем найти, может быть, какой-нибудь интересный элемент после работы. Что ты нашла? Ты нашла алибастер. Да. Ты нашла фазанит. Ты опять все обычное нашла? Ты что, серьезно? И ты нашла кретиней. Это нам с вами все не нужно. Мы можем, конечно же, попросить наших коллег что-нибудь поискать. Скорее всего, этим мы с вами и будем заниматься, потому что у нас с вами нет другого выхода. Я не думаю, что Гидеон захочет нам помогать, конечно, в этом всем. Попросить металл проверить сыворотку. Ну, не знаю. Ты не хочешь мне помочь с работой? Нам не сюда надо было вообще. Дать коллеге задание. Задание по проведению опыта, анализу растительности металла, кристаллов. Ну, давай кристаллы потом, пожалуйста, поизучай. Нам нужно опять генератор этот червоточин калибровать. У нас с вами действительно какие-то одни и те же задания, поэтому мы сейчас все это делаем быстро. И потом я хочу пойти вот сюда, потом вот сюда, вот сюда. И здесь у нас есть много чего интересного. Короче, у нас тут все есть. Все, что необходимо. О, справились. Опять нам нужно всех переодевать. Да что ж за мания такая, всех переодевать? Ты попросила его? Пожалуйста, пойди что-нибудь проанализируй или сделай что-нибудь полезное. Мне нужны элементы. С отчетом о попытке анализировать кристалл. Результат показал кварц. Ну, спасибо, что ты хотя бы мне пытаешься помочь. Это уже очень приятно. Ты это сделала? Попробовать опять установить контакт. Ну, давай. Хотя, знаете, сейчас уже опасно. Очень опасно. Использовать рентгеносим на туристе. Ту-ту-ту-туристы, где вы? Где вы, мои хорошие? Кому интересно, что здесь происходит? Ты у нас турист? Ну, ты не подписан как турист. А тут кто у нас есть? О-о-о, привет. Ученый? Да ладно. Ученый? Ну, я так понимаю, что ученые нас точно не интересуют. Стой. Там еще, кстати, есть всякие интересные штуки. Давайте мы его заморозим. Может быть, ему очень жарко, и мы хотим помочь ему, ну, как-то охладиться. Смотри, у меня есть такая классная штука, которая поможет тебе охладиться. Мы с вами молодцы. Мы можем сейчас это все еще пособирать. Бегом копаем, копаем, копаем и копаем. И я надеюсь, что удача умельца. У меня, по-твоему, есть такая сыворотка? Серьезно? Да. Статус непроверенный. Ну, мы можем выпить, ребят. Но я не уверена, что она будет хорошей. Если мы выпьем сейчас какую-то каку, то это будет очень неприятно. Мы еще и вонючки. И мы с вами... Ну как? Не очень хорошая, да? Находит капсулу. Подожди-ка, а у нас же с вами есть классная-классная-классная сыворотка. Давай-ка глянем. Мы с вами утолитель. Испорченный. Нет, нет, нет. Нет. Мы с вами не будем испорчены. А у нас только один вариант, да? Испорчено. И испорчено. Классно. Испорченные мы с собой таскаем, а нормальные мы не таскаем. Разобрать компьютер на части? Разобрать компьютер на части, ребят. Ну хорошо, мы в принципе не против. Будем разбирать компьютеры. Мы таким еще с вами не занимались. Придумывать шутки, пожертвовать, разобрать на части. Разобрать на части компьютер. Я боюсь, что нас либо уволят после такого, либо мы уволим себя сами. Пока Акира на работе, Нарцисса решила снова залетать на планету Сиксим. И мы с вами должны посмотреть, ну может хоть здесь я смогу хоть что-нибудь найти полезное. Потому что судя по тому, что я нашла возле нашего института, там нет ничегошеньки полезного вообще. Может быть мы, конечно, здесь сможем хоть что-нибудь найти, собрать. Уже собран. Где же он собран? Это не собрано. Надо здесь все обязательно пособирать. Смотрите, ну тут есть вот такие вот интересные всякие камешки. Ну наверняка там что-то есть. Ну почему тебя нельзя собрать? Здесь нет ничего. Нам нужно будет потом вернуться домой. Солярий. Солярий. По-моему, у меня был солярий. А ну давай проверим. Был солярий или не было? Солярий необычный. Ну может быть нам солярий понадобится. Надо это все сейчас собрать. Вот эти растения я собирать точно не буду. Я буду сейчас только копать, копать и копать. Мы должны с вами сейчас успеть вот это все найти. Ну почему у нас одни капсулы, ребят? У меня столько деталей роботов и прочего. Я уже не знаю, куда их все девать. А вот то, что мне надо. Здрасте, у нас тут невидимые. А огненный опал. Огненный опал? Как интересно. Я, по-моему, огненный опал еще не находила. Необычный. А может и находила. Я вот это все, конечно же, необычное отправлю на исследование. Блутоний. Как интересно. Я, по-моему, еще блутоний... Нет, отправляла. Отправляла, отправляла, отправляла. Вот огненный опал и блутоний у меня под вопросом. Я, конечно... О, еще блутоний. Позвоню. Хотя, подождите. Мы, по-моему, по поводу блутония звонили. И нам сказали, что там было что-то полезное. То, что нам нужно для нашей коллекции. Поэтому мы сейчас с вами быстренько все здесь собираем. Все, что тут есть. И по прилету домой все это, конечно же, отправим в институт. В 3 часа ночи и нарцисса вернулась домой. И почему-то она думает о трусах в сердечках. Ладно, об этом нам сейчас думать точно не нужно. Нам нужно вот это вот все отправить... Так, тебя мы в геологический совет сразу отправляем. Я думаю, что нам, в принципе, нужно все необычное и редкое туда отправить. Симонит тоже отправим. Отправляем гематит. Отправляем изумруд у нас обычный. Аметист. Ну, давай тебя тоже отправим. Хотя, мне кажется, что вот блистолит нужно обязательно отправить. Цитрин не знаю. Огненный опал. Причем у нас 2... 3 штуки, ребят. 3. 3, вы представляете? И нам нужно что-то из вот этих камешков. Обязательно. Стоять. Я понимаю, что ты хочешь спать. Все хотят спать. Давай, отправляй. Мы затем должны еще к малышке спуститься. Потому что, как вы видите, она очень сильно устала. Что ты думаешь о разбитом сердце? Не надо о нем думать. Оно же о тебе не думает. Отправляем тебя. Отправляем тебя. Отправляем. Я помню этот синий камешек блутоний. Отправляй быстрее. И тебя тоже отправляем. Что это у нас? Социолит. Давайте Социолит. Мне очень нравится это название. Тоже отправим. Солярий отправим. Понятное дело. Романтии отправим. Слушайте. Беконит у нас обычный. Ты у нас Перит обычный. Алкрон обычный. Фазанит обычный. Кретини. Мне очень нравится это название. Поэтому Кретини точно отправляем. 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 Мне кажется, мы уже достали этот геологический совет. Он думает, блин, да эта дамочка нам все время что-то присылает. Это какое-то просто издевательство. Все, бегом бежим к малышке. Бегом. Она хочет, чтобы ей пеленки поменяли. Быстро беги. Кстати, у нас 19 тысяч символионов есть, ребята. 19 тысяч символионов. Я думаю, что здесь нам с вами тоже понадобится кровать. Скорее всего, будем считать, что, ну, может быть, Нарцисса действительно так много работает над своими изобретениями, что иногда ей нужно здесь отдыхать. Поэтому, ребят, я бы поставила вот тут какую-нибудь кроватку. Но это мы с вами сделаем уже в следующей серии. В этой серии у Нарцисса родилась девочка-пришелец. И как мы с ней будем справляться. И что у нас будет дальше, узнаем уже в следующем ролике. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.